Это программа Актуальное интервью. С вами Анастасия Саботович. Здравствуйте. Сегодня мы в гостях у директора историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Пустозерск Елены Меньшаковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Геннадьевна, большое спасибо, что вы нас пригласили, пустили в свой дом. В этом году окружной праздник День Пустозерска растянулся во времени на целых 20 дней. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия прошли в этот период и какие еще пройдут? Что интересного, что нового? Вы знаете, что День Пустозерска – это действительно памятная дата нашего Ненецкого автономного округа. Он был утвержден окружным законом в 2012 году. То есть в этом году мы празднуем уже в четвертый раз День Пустозерска. И мы решили, что надо сделать этот праздник очень масштабным, чтобы люди знали о нем, потому что мало сегодня кто знает об этой памятной дате. В этом году мы решили задействовать окружные учреждения, расположенные в Наринмаре. А со следующего года уже будет работать оргкомитет по проведению праздника, мы надеемся, при Департаменте образования, спорта и культуры администрации округа. Поэтому в этом году действительно растянулись мероприятия с начала сентября и фактически до конца сентября. Здесь целая серия разных, разноплановых по своим формам мероприятий, которые организуют различные учреждения культуры и образования. Но начался фактически праздник с открытием выставки, книжной выставки в библиотеке имени Печкова. Эта выставка посвящена как раз литературе о Пустозерске. И она продлится тоже в течение месяца. 7 числа так случилось, что состоялся выездной совет по туризму. Но как-то он не планировался, возник спонтанно. Этот выездной совет по туризму при администрации округа, он тоже прошел в Устье и в Пустозерске. И члены совета воочию могли увидеть и достопримечательности Устья, и достопримечательности Пустозерска. И те проблемы, которые сегодня стоят перед музеем-заповедником, и перед туристической отраслью, по сохранению наших памятников, то есть все это было озвучено, и теперь уже каждый из членов совета понимает, что такое Пустозерск, и что нужно делать, чтобы популяризировать его наследие и сделать его доступным для всех жителей. Вы знаете, что вчера прошли мастер-классы, которые организовал этнокультурный центр Ненецкого автономного округа. Мы благодарны, что они тоже откликнулись на нашу просьбу. Уже состоялся пеший переход женщин, занимающихся скандинавской ходьбой. Они совершили сложный маршрут, прошли по сложному маршруту от Тельвиски через Устье, дальше через Гнилку до Пустозерска, потом на лодках, они сходили еще на Малый Бор, потом на лодках их перевезли на мыс Веселищный, и обратно они вернулись в Тельвиску. Такой сложный был переход, но тем не менее, я думаю, что они получили удовольствие от общения с нашим сотрудником, с Елена Анатольевной Елисеевой, и сообщение по ознакомлению с памятниками Пустозерска. В настоящее время, вчера состоялась презентация материалов конференции Пустозерской «Русская Арктика. История, культура, современность». Конференция состоялась в прошлом году, ее материалы были изданы, достаточно неплохо, кстати, нашей наринмарской типографии, за что мы огромное спасибо. И вот мы вчера в библиотеке Печковой их тоже презентовали при значительном стечении народа, и вот за что тоже благодарны. Грядет еще выставка из недр Пустозерска, мы приглашаем всех ее посетить, она откроется у нас в 16 часов 17 сентября. Ну и 20 сентября музей-заповедник участвует в большом просветительском рекламном туре. Вы знаете, что сюда приезжают к нам на наринмар, в Нинецкий округ, серьезные туроператоры, центральные, мощные туроператоры, которые будут оценивать туристические возможности нашего региона. И, естественно, мы их повезем в Пустозерск, будем показывать и Малый Бор, будем показывать возможности Пустозерска. И очень надеемся, что это каким-то образом подтолкнет дальнейшее развитие туризма на нашей территории. А скажите, какая программа разработана для самых маленьких жителей и гостей округа? Ну, для самых маленьких жителей и гостей города, конечно, тема Пустозерска очень сложна. Я думаю, что мастер-классы, конечно, это по традиционным занятиям, они, конечно, очень для ребяток маленьких были хороши. Остальная программа, к сожалению, она для более старшего возраста, потому что тема Пустозерска, она требует, как любые исторические какие-то серьезные темы, она требует вдумчивого такого и зрителя, и читателя, и, собственно, почитателя, если хотите. Мы будем думать над тем, чтобы как-то для маленьких ребят в следующем году, в последующие годы разнообразить и сделать тоже интересной и увлекательной вот эту программу празднования Дня Пустозерска. Сегодня она у нас, к сожалению, такая, на более широкую аудиторию, более взрослую аудиторию. Я забыла сказать, что у нас планируется еще проведение 18 сентября автобусных экскурсий. Пустозерские места Нарьинмара, по городу Нарьинмару, к сожалению, не все наши жители знают, что Нарьинмар – это преемник Пустозерска, фактически. И создавался Нарьинмар, строился Нарьинмар, в том числе за счет тех домов, которые были привезены из деревень Нижней Печори, Пустозерской волости и из самого Пустозерска. Нам известны пять домов, которые были привезены, конфискованы у жителей, привезены сюда, в Нарьинмар, и в дальнейшем использовались. Вот, в частности, мы с вами сидим в доме Шевелевых. Это дом, который стоял в Пустозерске. Николай Петрович Шевелеву он принадлежал. И вот сегодня здесь развернута экспозиция музея, если где-то находится администрация нашего музея. Скажите, а кто может принять участие в этой экскурсии? Как людям попасть на этот автобус? Насколько у нас автобусная экскурсия платная, сумма небольшая, стоимость билета всего 80 рублей, но мы принимаем заявки заранее. Заранее продажа билетов уже, я так понимаю, состоялась, потому что это мероприятие такое очень востребованное у нас. Конечно, мы проводили побольше экскурсий, таких автобусных и разных других, если бы у нас был свой транспорт. Мы, конечно, зависим от транспорта, и поэтому более чем две экскурсии провести, конечно, не можем. Поэтому, ну, я надеюсь, что, знаете, когда человек не избалован чем-то, да, он ценит то, что ему дается. Поэтому я надеюсь, что жителям города и гостям понравятся вот те экскурсии, которые мы на автобусах будем организовывать. Как вам кажется, за последнее время интерес у жителей нашего округа, нашего города, он растет к Пустозерску? Вы знаете, что такое интерес к Пустозерску, это, наверное, непостоянная величина. Интерес к Пустозерску может поддерживаться только тогда, когда мы выявляем все новые и новые факты из ее истории. Из его истории, из истории Пустозерска, из истории людей, которые здесь жили на нашей территории, из истории населенных пунктов, так или иначе связанных с Пустозерском и Пустозерской областью. Поэтому чем больше мы работаем, мы историки, музейщики, чем больше мы исследуем свои фонды, изучаем источники исторические, тем больше мы предлагаем возможностям людям, да, для того, чтобы интересовать их историей Пустозерска, оценить все больше и больше. Потому что расхожая фраза «Пустозерск – первый русский город в Арктике», да, то, что все знают. Пустозерск вместо ссылки про топопа вакуума, этим уже никого не удивишь. Но если в ходе археологических раскопок, например, находятся какие-то экспонаты, вот в этом году мы будем сейчас открывать выставку, там у нас фрагменты лодки-долбленки, да, вот мы экспонируем. То есть, когда мы показываем и рассказываем людям о технологии создания лодок здесь, на каких старых лодках, там, допустим, в XVIII веке ходили по реке Печорь, это уже совершенно другое знание, это уже конкретика, это уже то, что заинтересовывает, так называемое, да, цепляет, что называется, это новенькое, что-то интересное. То же самое по другим совершенно, по любым сведениям, по любым каким-то историческим фактам, историческим событиям, так или иначе связанным с Пустозерском. Вот у вашего музея этим летом была очень насыщенная жизнь, очень насыщенная программа, к вам приезжали и студенты в лагерь, и археологи. Расскажите, пожалуйста, вот какие итоги этого лета? О, итоги этого лета мы будем подводить, наверное, еще достаточно долго, потому что действительно было три мощных таких мероприятия. Это были все программные мероприятия, которые финансировались за счет государственных программ Ненецкого автономного округа. За счет программы «Молодежь» финансировался волонтерский лагерь эколок-краеведческий, традиционный, который в этом году мы проводили совместно с Северным Арктическим федеральным университетом. Знаете, что приезжали студенты из Архангельска, что была группа ребят из Ненецкого округа, и они действительно занимались очень важными вещами, проводили научно-исследовательскую работу по изучению природной среды Городецкого озера, они проводили культурологические исследования в деревне Устье, они расчищали часовную трапезную старобряческого комплекса, там были свои проблемы по стенам от грибка, их очищали, пропитку осуществляли. Это очень тяжелая работа. Они работали на раскопках Пустозерского городища, потому что одновременно в период работы лагеря как раз работали наши археологи. В этом году конкурс на производство охранных археологических работ выиграли археологи из Нефтьюганска специалисты по арктической археологии, которые в течение 10 лет копали Мангазей и копают до сих пор этот памятник. То есть Мангазей и Пустозерск — это два таких арктических города и арктических памятника сегодня, которые с очень сходной материальной культурой в культурных пластах. Поэтому мы рады, что Пархимович, Светлана Юрьевна и Сергей Григорьевич были у нас и проводили эти работы. Работы были тяжелыми, они прирезались к раскопам предыдущих лет. Работы были сложными тем, что попали они на линзу. Вы знаете, что у нас лед есть. Это не многовековая мерзлота, это мерзлота так называемой линзы, которая образуется из-за слабого оттаивания почвы в летний период. Как правило, эта линза держит слой, в котором очень много навоза и щепы. Они попали как раз на этот слой. И, конечно, раскопки в этой части раскопа были очень сложными. Попали они еще не очень удачно, конечно, не на жилое строение, не на постройку какую-то, а попали на проход между домами. Поэтому находок было не так много, но они были. И сегодня они изучаются. Это кость, это кожа в огромном количестве. И причем археологи уже предварительно сделали вывод, что такая обувь, какая есть в Пустозерске, она встречается в Мангазе. Больше нигде. То есть вот эти два города, они связаны и исторически, и культурно между собой. То есть, да, Пустозеры осваивали Мангазе, да, они туда ходили. И культура, это был такой взаимно-культурный обмен. То есть это очень близко и одного порядка вещи, которые, вот я еще раз говорю, не встречаются на другой территории. Дерево немного, металла тоже немного в этом году. Но все эти предметы, они для нас важны, потому что это обогащает коллекцию Пустозерского музея и позволяет нам выстраивать какие-то очень интересные в дальнейшем экспозиции, выставки, интерпретировать эти экспонаты очень своеобразным, интересным способом. Ну и еще одна экспедиция состоялась у нас на Югорскую сопку. Это удивительный памятник, который мы планируем копать еще, думаю, что год или два, потому что там тоже любопытнейший совершенно культурный слой. Там поселение раннего Средневековья, для чего оно нам нужно, и почему с Пустозерском оно связано. Дело в том, что это все побережье Городецкого озера, и наличие вот таких памятников раннего Средневековья, они есть в каждом куту, в каждом из заливов Городецкого озера, свидетельствуют о том, что Пустозерск здесь, на этой территории, появился совершенно не случайно. Здесь действительно проживало старожильческое население, которое имело очень высокую культуру, и, как показывают поселения Югорская сопка, раскопки там, они, эти люди, которые предки наши сегодняшние, они умели изготавлять металл, то есть знали металлургическое производство, причем отливали вещи очень высокохудожественно. Вот изображение, находка культовой плакетки с изображением женщины со скрещенными руками, с навершием на голове у нее хищная птица, это свидетельствует, конечно, на таком высоком уровне культуры, высоком и особом мировоззрении вот этих племен, которые населялись, с которыми столкнулись, вероятнее всего, русские первопроходцы здесь, на Печоре, которые и эти, вот потомки уже этих раннесредневековых племен, они, скорее всего, составили и население Пустозерска. То есть вот это все очень взаимосвязано между собой, это открывает такие, ну, просто фантастические перспективы для дальнейшего показа, для рассказа, то есть мы можем, когда придут эти материалы, вернуться к нам уже сюда, в музей, и, конечно, будем что-то делать интересное, рассказывать о всех этих событиях, которые происходили в ранней истории Пустозерска и уже в развитом, значит, при расцвете Пустозерска, будем рассказывать, конечно, жителям. Для нас это безумно тоже интересно, делиться вот такими находками. Когда вы планируете открыть ее выставку? Вот эту выставку открываем мы в четверг, 17-го числа в 16 часов. Выставка называется «Из недр Пустозерска». И здесь на выставке будут материалы из археологических раскопок последних трех лет, ну, не считая... Этого года? Ну, немножко там, этого года мы, вот дерево, я уже сказала, да, эту долбленную лодку с нашитыми, значит, бортами, мы фрагменты эти покажем. Остальное, конечно, на обработке еще археологов, и мы должны до конца года эти находки получить в собрании музея. Ну, мы постараемся интерпретировать, я надеюсь, что будет очень интересно, там будут интерактивные уголовки. Я думаю, что все, кто придут в музей, получат удовольствие от общения с экспонатами, с подлинниками, потому что музей — это всегда подлинник, это не копий, это не пластик, это вот подлинные экспонаты, которые обладают душой, как мы музеечки говорим, аттрактивностью, да, они вот общение с ним как-то вот человека обогащает. Вот вы рассказали уже, да, что не так давно прошел окружной совет по туризму, на котором оценили возможности Пустозерска. Расскажите, а в чем они заключаются, эти возможности? Какие есть варианты развития именно экотуризма в Пустозерске? Вы знаете, это непростой вопрос, не случайно вот мы собирались, там, граничным составом совета еще вчера, обсуждали вот те предложения, которые были высказаны в совете, и поняли, куда идти, то есть это самое важное. Конечно, Пустозерск, посещение Пустозерска не может быть в настоящем том виде, да, вы, если бывали, там представляете, что там обелиск, старое кладбище по ГОСТ, старобреческий комплекс и фактически больше ничего, там просто, как говорят, пустое место, да, вот те люди, которые мало знают историю Пустозерска, для них сложно воспринимать, вот, и поэтому, конечно, нужен какой-то комплекс, чтобы подготовить человека к посещению Пустозерска. Учитывая то, что сегодня в Наринмаре экспозиции о Пустозерске как таковой нет, да, серьезной, конечно, мы считаем, что необходимо делать и будем делать экспозицию в Устье, для того, чтобы вот перед тем, как посетить Пустозерск, показать и рассказать в доме Сумароковых, либо вот в строящемся здании доме Пустозерского жителя, эти объекты находятся в Устье, рассказать как раз историю Пустозерска, показать какие-то предметы, связанные так или иначе с его вкладом, с наследием первого русского города за Полярным кругом. Поэтому, конечно, для того, чтобы приводить и туристов в Устье, там нужно, конечно, очень много сделать и вложиться. Вложиться в строительство причала, необходимо благоустроить деревню, необходимо привести в порядок те памятники, которые находятся. Сегодня очень нас беспокоит Преображенская церковь, которая просто разрушается, и, к сожалению, пока решить этот вопрос мы не можем. А сегодня нужно, конечно, приводить в порядок единственный обетный крест, который сохранился в деревне Устье. Ну и в целом вообще сделать его более удобной для посещения, потому что на сегодняшний день в Устье даже вот нет туалета, извините меня, куда сходить. Да, вот человек приехал туда, и все. И все. А это естественные потребности, которые тоже нужны в туалет. Конечно, мы были бы очень заинтересованы, если бы кто-то из предпринимателей, какие-то гостевые домики там в Устье установили, был какой-то туристический, я не знаю, кластер, как это называется, да, вот, чтобы можно было дальше уже каким-то образом проводить нашу музейную экскурсионную работу и вписываться с этим продуктом в развитие туризма. Конечно, большая проблема с Пастозерском — это с транспортом. Мы все понимаем, что на обыкновенных моторах Межни при том уровне Городецкого озера, который сейчас есть, при том уровне Бабьего озера Косомельского, которое не всеми лодками проходимо, конечно, и тем туроператорам, которые будут осуществлять доставку, допустим, водным путем туристов Пастозерска, нужен особый вид техники, да, там водометные насадки или водомет, на котором проезжают вот эти всемели. Либо решать вопрос, конечно, для развития Пастозерска очень важное строительство дороги на Тельвиску, но в каком виде мы пока тоже это не знаем, поэтому надеемся на то, что этот вопрос тоже будет решен. Ну и, конечно, если осуществлять вылеты в Пастозерск на вертолетные техники с использованием вертолетов, а это, в принципе, тоже возможно, хотя это, конечно, более затратно, нежели, допустим, стоимость доставки экскурсантов или туристов водным путем, ну, в Пастозерске тогда должна быть какая-то вертолетная площадка, куда тоже, чтобы каждый раз, во-первых, на памятнике вообще остановка транспорта запрещена, но вот даже в зоне охраняемой застройки, регулируемой застройки, чтобы было какое-то место, где могла останавливаться техника. То есть это тоже важные вещи. В Пастозерске необходим туалет. Но этот вопрос мы тоже решили. Сейчас уже, я думаю, что на следующий год, благодаря Вальтеру Вальтершуфоту, скорее всего, будет какой-то элементарный санузел стоять. Это важно. Ну, конечно, много чего еще нужно в Пастозерске сделать для того, чтобы он был привлекательным для туристов. Конечно, проблема вся состоит в том, что опыта музеификации памятников с мерзлотным слоем в нашей стране нет. Вот это проблема для всех территорий. Мангазею ее копают, да, но она находится очень далеко от населенных пунктов. Ее не посещают туристы, за исключением черных археологов, насколько я знаю. Всем остальным Мангазея просто недоступна. Пастозерск доступен, но доступен он тоже на сегодняшний день только в таком слабом виде. И показать, я еще раз говорю, наша задача найти те объекты в Пастозерске, которые будут привлекать туристов. Может быть, это будет, я еще раз говорю, находка места острога, где стоял острог в Пастозерске. Это позволит нам уже как-то музеифицировать те находки, которые будут сделаны. Либо это применение каких-то современных технологий. На Совете это тоже звучало о том, чтобы какие-то инсталляции в Пастозерске прорабатывать. Но это тоже непростой вопрос. Это вопрос очень сложный, требующий и концепции серьезные, и финансовых затрат. В наших нынешних условиях это тоже близкая перспектива. Мы с вами встречаемся не первый раз. И вы не так давно поднимали тему охраны именно памятника самого Пастозерска. Расскажите, какие-то направления именно по охране музея-заповедника, они сейчас осуществляются? Да, конечно. И мы продвинулись в этом плане очень серьезно. Я уже говорила, что в этом году мы уже официально стали пользователями земли. То есть Росимущество передало нам большой участок 626 гектаров, который включает в себя большую территорию не только под объектом культурного наследия Пастозерской городище, но и территорию Нагнилки, территорию озера Малое Грязное, то есть Малый Бор и так далее. То есть вот эта огромная территория, 626 гектаров, это в нашем пользовании. Сегодня в связи с тем, что Министерство культуры не разработало еще новую форму охранных обязательств, Департамент образования, культуры и спорта на основании выдал нам письмо о том, что мы имеем право заниматься деятельностью, не противоречивающей 73-му ФЗ на территории памятника. То есть фактически мы являемся правообладателем. В июле месяце, 22 июля, Госорган выдал нам документ, который называется «Право доступа на объект культурного наследия Пастозерской городище», который регламентирует посещение памятника всеми желающими. И там сказаны те требования, которые предъявляются к посещению. Во-первых, там оговорено, что всю экскурсионную, просветительскую деятельность осуществляет Пастозерский музей-заповедник. То есть мы являемся основным организатором всех массовых и иных мероприятий на территории. Мы осуществляем мониторинг состояния памятника. И там прописаны жесткие нормы, с чего нельзя делать. Нельзя собирать икоросы, нельзя осуществлять какую-то деятельность, кроме экскурсионной на территории городища. Если вверх раскопки, то на основании открытого листа. Нельзя разводить костры, нельзя пиваки на территории и так далее. В ходе работы волонтерского лагеря мы обозначили границы памятника аншлагами. То есть вот это все тоже было сделано. Поэтому какие-то вещи сегодня уже по сохранению объекта культурного наследия, по тому, чтобы каким-то образом обезопасить памятник, они ведутся. Мы также предприняли такую достаточно серьезную попытку модифицировать те раскопы, которые сохранились от Олега Владимировича Овсяникова. Я еще раз говорила, что для Пустозерска малое количество объектов для показа сохранилось. И мы считаем, что ни в коем случае не нужно, как есть отдельное мнение, что там закрыть раскопы, вот эти старые, чтобы не было видно толщины, глубины культурного слоя. Якобы эти раскопы, то есть вот этот обнаженный культурный слой, он является каким-то, не знаю, провоцирующим как раз черных археологов на раскопке. Но я хочу сказать, что, во-первых, за памятником мы следим и каждую неделю точно, вот в сезон мы бываем там. Однозначно сегодня уже с 90-х годов, в середине 90-х годов раскопы серьезно задерновались. То есть там слой крайне осыпается. И черному археологу, собственно говоря, не так просто будет проводить раскопки. В следующем году мы планируем в рамках волонтерского лагеря укрепить тальником часть берега, чтобы его не размывал. Но это тоже все работы, которые будут согласованы, естественно, с госорганом. Без разрешения госоргана никаких работ на территории городища не может производиться. Какие ближайшие, самые перспективные планы у вас по развитию Пустозерска? Сейчас пока ближайшие планы у нас провести день Пустозерска в этом году, хорошенько его закончить. Закончить сезон 2015 года, у нас еще есть октябрь, когда мы работаем до середины октября, как правило, туда вывозим экскурсии, группы. И вот сегодня у нас тоже экскурсионная группа уехала туда. В воскресенье будет, то есть сейчас такой очень активный сезон у нас, летний период времени. Потом немножко будет затишье, ну и где-то после Нового года снова начнутся экскурсии, очень активные туда, на Пустозерское городище. Мы планируем в следующем году также провести волонтерский лагерь. Будем очень рады, если ребята из нашего округа, может быть, с других территорий, мы об этом нашем мероприятии будем широко говорить и туроператорам, потому что сегодня есть востребованность у молодежи вот ездить куда-то с такими благотворительными и волонтерскими целями, особенно вот в Арктику. Это экзотика, с одной стороны, это и возможность проверить себя в суровых условиях. Они все, как оказалось, готовы к этому. Мы думали, что архангельские ребята будут более спокойно переносить тяготы. Им было сложно, в отличие от наших, между прочим. Наши ребята в этом году показали себя, как и всегда, очень хорошо. Это перспективы, конечно, изучения Пустозерска. В следующем году мы очень надеемся, что все-таки Российская Федерация в рамках государственной программы «Культура» выделит средства на финансирование археологических работ. Это важно для Пустозерска. Дальше изучать и дальше открывать его тайны, потому что действительно письменная история XV-XVI веков во многом в России утрачена. Мы мало знаем, что по этому периоду времени. Я имею в виду по локальной истории, не по истории московского княжества и так далее. Мы планируем, что в следующем году с нами продолжит сотрудничество Институт биологии Коми-научного центра. И почвоведы из этого института проведут исследования на Пустозерском городище, помогут нам собрать образцы почвы для того, чтобы мы могли потом рассказывать в том числе и о природе. Пустозерска – это очень важно, потому что там особый свой микроклимат. Мы планируем в дальнейшем развивать там и наблюдение за птицами. То есть много чего планируем, но для этого нужны и деньги, и самое главное – желание. Как всегда, деньги найдутся, если бы будет желание и силы. Конечно, нам не мешало бы и побольше штата, и какие-то здания получше, чтобы люди сидели не на головах, как сейчас это происходит. Но я думаю, что со временем это все будет. Самое главное – чтобы мы понимали, куда идти. Большое спасибо, Елена Геннадьевна, за разговор. Я напомню, сегодня мы были в гостях у директора историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Елены Геннадьевны Меньшаковой. Это было актуальное интервью. До скорых встреч! Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова